Победитель премии Мы начали заниматься генеалогией, своей семьей и постепенно пришли к выводу, что своей семьей ограничиться не удастся, необходимо писать о всем селе, потому что так или иначе все жители связаны между собой, пересекались и как-то выделить только свою семью не получалось возможным, поэтому мы стали писать о всем селе. Когда работали, что самое сложное было в работе? Самое сложное найти материал, потому что несмотря на то, что село знаменитое, село грандиозное, благодаря своему промыслу материалов не сохранилось, их нет. Приходилось их выцарапывать буквально по капельке, восстанавливать. Один человек скажет одно, это подтвердится записью в газете или в каком-нибудь издании, потом второй скажет другое, тоже подтвердится и таким образом устраивает целые картины. Книга Костина и окрестности «Лето без целого рода» Евгения и Олега Курочкиных стала результатом большого исследования, в процессе которого авторы смогли найти много интересных материалов об истории села. Это наиболее полное обобщение исторических материалов, касающихся истории села Костина и прилегающих к нему населенных пунктов, охватывает период от первых поселений на территории местных окрестностей до 1991 года. Один из объектов книги это школа, да? Школа старинная? Да, вот мы сейчас как раз находимся рядом с этой школой. Это здание одно из старейших сохранившихся зданий в Костине. Это жилой дом, в котором жил кто-то из местных стеклозаводчиков Грибковых. Школа сюда переместилась примерно в 1924 году, после того, как имущество Грибковых было национализировано, а сами они из деревни выехали. Мы не знаем ни одно поселение, село или деревню в Дмитровском крае, которому было бы посвящено столь масштабное и тщательно проработанное литературное произведение. Благодаря братьям Курочкиным мы познакомились с летописью 50 поколений их рода, с историей Костина, тесно переплетенной с историей всего Дмитровского уезда, а позднее Дмитровского района. В работе над книгой братья обращались к Курочкиным? Как вы, может, поучаствовали в работе над книгой? Конечно, они ко мне обратились. Сначала я с Евгением познакомился, потом приехал Олег. Вот мы оговорили, как и что. Кстати, они прямые, будем так говорить, что наследники. Я так считаю, что он был мучеником. Вот Андрей Григорьевич Корлицев, который, он не прославленный, но он здесь трудился, был старостой храма. И вот у меня самые такие положительные, будем так говорить, эмоции. Я так вот Господь все устроил. Я благодарю все время за то, что я с ними встретился. Мы так тепло пообщались. Евгений Курочкин – известный дмитровский поэт, участник и победитель многочисленных литературных премий. И увлеченный краевед, всю жизнь бережно составляющий страницы своей летописи родного края. Его брат Олег Курочкин в этом ему помогает. Врач-онколог. В свободное от медицинских будней время он разделяет интерес брата к семейной генеалогии и краеведению. Андрей Григорьевич Корлицев был один прихожанин храма. Он был старостой во время гонений на церковь. Он был старостой церковным. Он был близким другом отца Владимира Писарева. Надо отметить, что семья Корлицевых, она давно дружила, имела близкие отношения с семьей Писаревых, еще с отцом Владимира Писарева. Большие события произрастают из малых историй. История страны складывается из историй множества судеб, семей. Костинская летопись братьев Курочкиных включает в себя развернутую историю наиболее значимых фамилий их родного села и предназначена для лиц, интересующихся прошлым родного края и, возможно, собирающимся написать летопись своего рода. Дмитровская центральная библиотека получила книгу Костина и окрестности в подарок от братьев Курочкиных. Книга доступна читателям в краеведческом фонде библиотеки. Продолжение следует... Продолжение следует...